Знать значит жить. Специалисты Центра по профилактике и борьбе со СПИДом настоятельно рекомендуют жителям региона периодически проходить тестирование на ВИЧ. Эта болезнь не имеет возраста и социального статуса, застрахованных нет. Знать о своем ВИЧ-статусе должен каждый, кто заботится о себе и здоровье своих близких. Тестирование обязательно для беременных женщин и доноров, для военнослужащих и мигрантов, находящихся на территории Российской Федерации, более трех месяцев. Для всех остальных это дело добровольное. Официально в Ивановской области зарегистрировано более 8 тысяч ВИЧ-положительных граждан. На самом деле их больше. Пока остановить эпидемию в Ивановской области не представляется возможным. Хотя, вот по последним цифрам трех лет, надо сказать, что выявление впервоевые за год остановилось на цифре 600-630 человек. То есть, конечно, мы так надеемся, что мы вышли на какой-то потолок. То есть, нет пикового роста инфекции в Ивановской области. Но, с другой стороны, тревожит то, что это может быть фактом недовыявления, недовыявления ВИЧ-инфицированных в нашем регионе. Проблем, по мнению специалистов, в этом вопросе две. Незнание людей, необходимости проходить обследование и нехватка финансирования на скрининг населения. Вот той субсидии, которая нам дает федеральный уровень, ее недостаточно, чтобы нам выйти на показатели, которые сейчас Минздрав требует с региона, для того, чтобы очень широко обследовать население. То есть, что я имею в виду? Если мы традиционно последние годы обследовали 18% населения ежегодно, там, конечно, есть повторы. Например, доноры крови, беременные женщины и так далее. И вообще, гражданин Российской Федерации может обследовать столько раз в году, сколько он хочет. По 2016 году это должно быть 22% обследованного населения. А уже по 2017 году 23% обследованного населения. В Центре по профилактике и борьбе со СПИДом можно пройти добровольно-анонимное тестирование на ВИЧ. Сдать кровь на ВИЧ можно и в территориальных поликлиниках по месту жительства с подтверждением результата анализа в лаборатории Центра. В нашем регионе анализ на ВИЧ проводят в этой лаборатории. Метафорично говоря, реки крови стекаются сюда, на Любимого 5. В год около 70 тысяч исследований. Задача номер один – скрининг населения. Мы делаем анализы на ВИЧ для всех учреждений Ивановской области. Те пациенты, которые у нас проходят положительные, мы проводим им тесты на подтверждение с помощью других тест-систем для ИФА и иммуноблот в дальнейшем. У нас существует регистрационная база всех выявленных пациентов по Ивановской области. И наряду с этим мы делаем еще подтверждающие тесты для лабораторий Ивановской области, которые самостоятельно проводят скрининг на ВИЧ. И для станций переливания крови, которые тоже самостоятельно проводят скрининговые тесты на ВИЧ. А на подтверждение привозят уже кровь в нашу лабораторию. Пойти и сдать кровь на ВИЧ – для некоторых это психологически сложный шаг. Особенно, если уже закрались какие-то сомнения. В современном мире есть методы проверки, не связанные с посещением больницы. Например, самотестирование по слюне. Экспресс-тест в идеале должен быть в каждой аптеке. Но в России этот метод обследования доступным не назовешь. Вот вверху контрольная полосочка, а внизу тестовая полосочка. Если ВИЧ-инфекции нет, значит полосочка только одна. Контрольная. Вот буква К латинская. А здесь, видите, вторая полосочка, где буква Т. Это означает, что человеку, которому сделали тест, ВИЧ-инфицирован. Но мы всегда, если делаем тест, экспресс-тест, мы всегда берем кровь из вены, именно на ферментный анализ, чтобы уже был стопроцентный результат. У медиков к таким экспресс-тестам по слюне отношения неоднозначные. Да, их доступность, безусловно, упростила бы и ускорила скрининг населения. Однако, в случае, если результат теста окажется положительным, человеку наедине с самим собой предстоит пережить сильнейший стресс. Я даже не знаю, что вам сказать, на это удобно это или нет. С одной стороны, это удобно, конечно, узнать, но какая реакция будет у человека на этот тест. И лучше, если результат он узнает от доктора, который знает, как правильно сообщить все это. И еще помочь человеку психологически. Способов проверить себя на ВИЧ масса. Было бы желание. В Центре по профилактике и борьбе со СПИДом можно анонимно обследоваться, проконсультироваться у врачей. Получить более подробную информацию о профилактике ВИЧ-инфекции, задать интересующий вас вопрос можно по телефону доверия Центра 30 04 29 или через интернет. У Центра есть свой сайт. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.